И снова доброе утро. 9.20 в столице. Меня зовут Елена Лихачева. Вы слушаете программу «Они сделали это». Сегодня героем нашей программы стала Наталья Степанюк, которая в 2001 году основала независимая агенция IQ-маркетинга. Еще раз доброе утро, Наталья. Еще раз спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. До паузы я задала вопрос по поводу тех самых, надеюсь, не мистических, а вполне реальных футуристических отчетов, которые вы получаете из лучших исследовательских компаний со всего мира. Вопрос звучал следующим образом. Назовите, пожалуйста, три пункта, которые вам кажутся наиболее поразительными в тех самых отчетах, тех самых пунктов, которые касаются вашей отрасли, а именно маркетинг и реклама. Первый момент, который хотела бы указать, для меня он является самым таким включающим. Я на этой волне даже написала статью, которую, Вален, прочитали, которую вначале цитировали для британского кампэйн. Это гуманизм. Как бы это странно ни посучало с моей стороны, потому что нас, специально рекламщиков, креативщиков, склоняются за то, что мы вот такие вот слуги империи ада. Да, такие прожженные циники. Прожженные циники, да, это мы вот раскачиваем потребление, да, это мы вот делаем так, чтобы люди... Формируйте несуществующие потребности, заставляйте их тратить свою жизнь на покупку тряпок и всякого другого барахла. Да, 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 приобщаем барахлу в мечту. Да, я сейчас открою толстую тетрадку, и там мелкий почерк, а в каждой клеточке напишу. Сатана, сатана, сатана. Да, да, да. Вот, и, конечно, большому счету это не так, да, то есть мы, конечно, часть это капиталистическая машина, то есть там, где есть капитализм, там всегда будет стимулирование продаж, да, там, где будет стимулирование продаж, всегда будет, к счастью, место креативу, да, то есть мы не более чем делаем свою работу. Так вот, в связи с тем, что случилось в последнее время в мире, это, конечно, связано и с финансовым мелдауном, да, там, с тем, что обрушились фактически, казалось бы, незыблемые ценности, да, причем они же вот коснулись самой священной коровы, да, это капитализм, то есть вот уже даже когда Америка пала, да, там, и вот поперли там коммунистической партией вперед сейчас, на такие интересные динамики, вот, стоит говорить о гуманизме, да, вообще, то есть стоит, наконец, вернуться к ценностям, которым должен обладать человек через все испытания, да, то есть я вот выступала как-то на конференции ведомостей в пике вообще рецессии, да, когда страшные вещи стали твориться, то есть люди стали кидать друг друга, опять, как в начале 90-х, да, там, вот разве что с автоматами не стали приходить друг к другу в гости, да, как это происходило, вот, и я просто там кричала, ребята, даже в блокаду, да, не все люди ели друг к другу, вот, ну, то есть вот до такой степени меня довела там какая-то вот такая неправильная динамика развития событий, вот, и гуманизм это действительно то, что нам сейчас нужно замедитировать вот всем бизнесу, да, и всем, кто от него зависит, там, в частности рекламщикам. Ну, для начала, что такое гуманизм по-вашему? Гуманизм это когда вы в сердце любого своего занятия, любого своего предмета, любой проблемы ставите человека, да, ну, человека, вот, не какое-то биологическое существо, которое там жрет, ну, и проще, да, цепочку можно продолжить, а существо, которое обладает ментальной, духовной сущностью, да, плюс физиология, которая уже зависит от этих двух более высших инстанций, да, вот, гуманизма, ну, он, собственно, настребляется человечеством, всю историю человечества, да, то есть сначала мы отошли от своей природы, и от природы вообще, ну, что есть суть одно и то же, да, потому что мы часть общего, и поэтому, не понимая себя, вы не поймёте природу вообще, да, вы не поймёте Землю, вы не поймёте Вселенную, ну, и также наоборот, да, то есть поворонки нужно пытаться понять больше для того, чтобы докопаться до себя. Вот эту нитку, да, вот эту попытку понимания человечество всеми силами истребляет уже не первые тысячелетия, тысячелетия даже, десятки тысячелетий, да, истребляется этот путь. То есть мы придумали глобальные религии, да, чтобы удушить это вот спиритуальное, да, духовное начало. Мы создали социальные модели, да, для того, чтобы это убить. Мы создали науку, которая отделилась тотально от этого. Попробуйте найти учёного, да, который одержим вот духовными ценностями. Огромная редкость, я бы сама пыталась. Некоторые учёные 18-го, 19-го, 17-го, уж тем более 15-го веков были глубоко, в общем, верующими. Конечно, конечно, возьмём Эйнштейна, да, секунду, да, великого мистика. Вот, а в настоящем контексте это единица людей, это фантастика, да, то есть у нас единицы учёных и степознателей обладают этими знаниями, да, ну и, в общем-то, практикуют. И тогда, конечно, прорывы того, что они делают, фундаментальны, это фантастика. Есть важный момент, который сейчас всем нужно понимать, и, исходя из этого, уже и создавать компании, и тем более развивать их, эта тенденция называется «люди правят бал». То есть, если раньше можно было отгородиться корпорацией, да, от людей, то есть вот я произвожу свои бутылочки, да, там, куда они, что, что он о них думает, а меня вообще не волнует, да, то есть, ну, там, берут пару исследований в течение года, ну и застрелись. А сейчас люди действительно влияют на всё, то есть они влияют на статус той компании, которая с бутылочкой сделала, да, то есть они способны бойкотировать продукцию, они собираются мгновенно, да, в какие-то общественные, такие вот бессистемные организации, да, которые способны, ну, вообще перевернуть статус компании, ну, будет того, что она может вообще потерять все свои позиции на бирже, вот. И множество таких примеров известно. Связь, наконец-то, стала по-настоящему обратной. Она стала обратной, это не просто, там, дорогой, дорогая Кока-Кола, хочу, вот, да, она стала такой доминирующей, да, то есть теперь, если ты не услышал, как корпорация, то ты проиграл. Более того, если ты не услышал какой-то серьёзный звоночек, то есть человек сначала действительно предупредит. Известный был такой вот случай, когда у парня-музыканта, по-моему, американская какая-то, я не помню, небольшая американская авиакомпания потеряла гитару, да, вот, и парень об этом, а, нет, они сломали, то есть они просто в трэш превратили, он её сдал в багаж, там, в специальный, да, там, хрупкий предмет, раливари, вот, и ему вернулся просто вот там, ну, всё, вот, тучи каких-то деревяшек, да, вот, он написал в компании, его проигнорировали, он ещё раз написал, позвонил, ну, и так далее. Дальше то, что он сделал, просто написал песню о том, как, по-моему, US Atlantic ломает гитары, да, причём это очень смешной был хит, он тут же стал просто абсолютным хитом в Америке, и авиакомпания потеряла просто, она, она фактически накрылась, то есть она стала таким посмешищем, то есть она потеряла тут же свои биржевые показатели, вот, и самое смешное, что когда президент компании поехал мириться с музыкантом, вот до этого дошло, да, и с какой-то очень дорогой гитарой, то гитара была потеряна в багаже его же авиакомпании. История мне так продолжения, да. Не может быть почти анекдот. Да, это такой вот анекдот, который, вот, и таких анекдотов я могу просто вот, рассказать там целую кучу о том, как, да, это тенденция, тенденция, люди правят бал, да. Третий пункт. Третий пункт. Не надо делать рекламу больше, ну, то есть вот смерть рекламы, это тоже такой вот мощный тренд, стираются границы, то есть вот раньше было у всех своё поле для танцев, да, вот мои прилавочки, а вот ты вот здесь такой вот стоишь со своей копеечкой, да, и всё, а между нами гигантская стена, вот, я тебе сказал, да, ты услышал, вот так вот бизнес обращался с клиентом. Не услышал, сам идиот, всё. Вот, а теперь для того, чтобы тебя услышали, потому что у человека безумное количество информации, да, то есть он не обязан вообще тебя слышать и слушать тебя не обязан. Это вообще кто-то такой, да, то есть вот настолько изменилась ситуация. Сейчас брендам нужно развлекать, да, то есть нужно просто порушить эту стену, и, к счастью, ведущие бренды, независимые там или уже даже большие, гигантские, да, они-то понимают, и поэтому нужно уже не просто говорить на языке человека, да, нужно просто эмикрировать под интертеймент, да, то есть под развлечения, то есть нужно снимать кино. Вот то, что мы сделали для проекта, для компании «Льдоботе», да, потому что это я у нас был такой проект, тоже вот пришла к нам компания, здравствуйте, ребята, ну вот сделайте красивый модуль в глянцевом журнале, да, ну это всегда вот летящее платье, красивая губная помада, да, там прекрасные супермодели, ну и всё, и всё как всегда, ну и... А никто не заметил? Никто не заметил, да, мы провели какое-то своё такое исследование независимое, да, и пришли и сказали, ребят, у вас 100% узнаваемость, вас знают все, тётки вас знают все, да, все идут с губной помадой к вам, вас никто не любит, вы никто, никаких ассоциаций, ни положительных, ни отрицательных, вы просто вот, ну вот, вот просто тот магаз, где я покупаю губную помаду, да, и мы предложили снять кино, серию крытометражек с концепцией того, что это я, то есть я женщина, да, поэтому вот как хочу, так и будет, вот это моя парадигма, да, то есть я не постраиваюсь, я не... да, я поступаю так, как вот говорит моё сердце, да.